Нью-Йорк Нью-Йорк. На земле и под землей. Транспортная система. Доброе утро, Нью-Йорк. Доброе утро, Нью-Йорк. Доброе утро, Нью-Йорк. На Манхэттене, в Бруклине, в Бронксе, Стейтен-Айленде и Квинсе все заняты работой. Жители пригородов приезжают на центральный вокзал или станцию П на поездах Лонг-Айлендской железной дороги, метро Норд, Антрак и Пи-Эй-Ти-Эйч. На автовокзал Порт-Ауторити едут автобусы. В черте города пассажиров перевозят городской метрополитен, автобусы и такси, через реки движение идет по Бруклинскому мосту, Трайбора, Квинсборо и мосту Джорджи-Вашингтона. Под поверхностью земли пассажиров и груза перевозят по туннелям Холланд, Линкольна и Квинс-Мидтаун. Все они связаны обширной сети магистралей, проспектов и улиц, известных под названием «Сетки Манхэттена». Добавьте к этому три аэропорта, плюс порт. Масштабы нью-йоркской транспортной системы выглядят впечатляюще. Семь часов утра. Утро, час пик на мосту Джорджи-Вашингтона. Мост Джорджи-Вашингтона самый загруженный в мире. Он соединяет Нью-Джерси с островом Манхэттен. Ежедневно на нем собирает плату за проезд на миллион долларов, а содержание его обходится в 60 миллиардов в год. Пропускать каждое утро в Манхэттен 300 тысяч машин – нелегкая работа. Спросите кассира Ванду Миллер. Как дела сегодня? Ладно, хорошего дня. Я первый человек, которого они видят по утрам, поэтому я прилагаю все, чтобы подарить им улыбку. Дайте, пожалуйста, пританцию, конечно. Большую часть времени я имею дело с деньгами. По-моему, так я помогаю движению в Нью-Йорке, что скрашивает людям день, ведь есть кое-что, что не нравится нашим клиентам. А им не нравится дорожное движение. Поблизости на том конце моста Джорджа Вашингтона, что в Нью-Джерси, в центре управления работает Ральф Малина. Обеспечивает бесперебойное движение. В сложной ситуации можно перенаправить движение в любой точке. У нас примерно 220 камер на дорогах, здесь круглосуточно находятся дежурные. Мы следим за скоростью, направлением ветра, то есть всем, что очень важно для моста. Мы также отслеживаем температуру дорожного полотна. На случай аварийной ситуации есть план эвакуации. Большая часть полос моста в этом случае будет использована для эвакуации из города. На панели позади меня видна часть интеллектуальной транспортной системы. На дороге стоят микроволновые датчики, постоянно отслеживающие движения. Перейти на мосту Джорджа Вашингтона, синие квадратики. Значит, там произошла авария. Сразу как только случается происшествие, на месте появляется аварийная бригада. Прием. Вас понял. Повторяю, восьмая полоса моста. Восьмая полоса номер один. Есть. Поехали. Отсюда и до самого Нью-Йорка за все отвечаю я. Если у Вас колесо спустило, тут же появляюсь я. А если Вы диабетик, у Вас начался приступ, я тут, то будет рядом. Если из Вашей машины лошадь или курица выскочила наружу, и тут опять же появляюсь я. Каждый день бывает от двух до десяти машин, а когда на стадионе Янки играют по восемь-девять машин со спущенным колесом, перегревшихся, считая пожаров, автобусов, грузовиков, только легковушки. Если Пол Санте сэвакуирует по восемь машин в день, значит, год получается три тысячи аварийных ситуаций. Да, мы оттащим вас до 178-й улицы. Хорошо. Всего пару недель назад ехали двое парней на автопогрузчике. Сверху съехали две машины, отцепились. Автопогрузчик был на второй полосе, вон той, которая идет на восток. А машины попали на первую полосу, ведущую в западном направлении. Пришлось поломать голову, как же погрузить машину обратно на грузовик. Каждый вызов означает опасную ситуацию. Всегда бывает опасным. Не нравится опасность? Вопрос решен. Езжайте на поезде. До центра города ехать всего около получаса, так что нам до работы ближе, чем многим из наших друзей, кто живет в центре Бруклина. Я езжу на поезде в 7-49, вот уже 25 лет. Я предпочитаю садиться в середине поезда, а не в начале их хвосте, а там народу больше. Это экспресс, так что тут обычно всегда толпа народу. В поезде я обычно сижу, читаю газету, смотрю в окно. Поезд на центральный вокзал. Памятник золотого века Нью-Йорка, здание центрального вокзала, жизненно важный пункт для спешащих в центр пассажиров из пригородов. Вокзал занимает 48 макров земли и спускается вглубь на 13 этажей под парковиню. Это крупнейший железнодорожный вокзал мира. Если бы стены центрального вокзала могли заговорить с человеком, то только с Дэном Брокером. Каждый день вокзал пропускает 700 тысяч человек. Это население целого города, Сан-Франциско или всего штата Аляска. Сейчас вокзал может похвастаться 42-мя грузовыми платформами. Каждый из 600 с лишним поездов ежедневно доставляет около 1200 пассажиров. В час пик поезда прибывают каждые 58 секунд. В город вы попали на поезде. Дальше вас повезет его подземный родич, Нью-Йоркское метро. Система состоит из 25 взаимосвязанных линий, тянущихся по всем пяти районам. Рельсы проходят по 68 мостам и 14 туннелям до 468 станций. Сегодня в Нью-Йоркском метро самый большой парк поездов. Джон Дуэрти, заместитель генерального директора транспортной компании Нью-Йорка, гордится метрополитеном, которому служат уже больше 30 лет. Это жизненно важная коммуникация для Нью-Йорка. Ежедневно мы перевозим 7,5 миллионов человек. У нас 1100 километров рельсов, почти 6,5 тысяч вагонов. Гигантская система. Чтобы добраться из Бруклина до Манхэттена, Бронкса или Квинса, я рассчитываю на метро. Вот для меня это основной вид транспорта. Самый быстрый способ передвижения по городу. Без метро весь город остановился бы. Представляете, если бы все эти люди, миллионы людей, пошли пешком, поехали на велосипедах, такси или машинах. Ни за что, иначе город со скрипом встал бы. 10.08 утра. Громадный город надо накормить. Доставка продовольствия в Нью-Йорк может стать сложнейшей задачей. Особенно для колоссальных сухогрузов длиною в три футбольных поля, которые ежедневно приходят в порт Нью-Йорка. Невозможно завести в док международное судно таких размеров без того, кто досконально знает местные воды. Для этого надо позвать капитана буксира Джеффри Маккаллистера. Его семейство — часть истории Нью-Йорка. В же пять поколений моей семьи занимается этим делом. Моя семья начала с 1864 года. Это ключевой порт Нью-Йорка. Если здесь не было бы буксира, все прибрежные сооружения встали бы, а мосты не действовали. Невозможно было бы подвезти все те товары, которые сейчас доставляют в порт Элизабет. Я думаю, едва ли кто-либо понимает, что почти 90% товаров, которые мы потребляем, приходят к контейнерам. Далее в программе. Нью-Йорк на земле и под землей. Сможет ли капитан Элис провести супертанкер через игольную школу? В грузовом терминале время деньги, но если вы страдаете головокружениями, не стоит выходить на такую работу. Нью-Йорк. На земле и под землей. Транспортная система. На борту «Фридом» сложены тысячи охлажденных контейнеров с мороженной рыбой и товарами со всего света. Задача лоцмана капитана Роберта Элиса и команда буксиров Макаллистера благополучно завести судно в док. Мы выходим на буксирах, встречаем судно, когда оно проходит под мостом Трайбера. «Фридом» идет с Дальнего Востока через Суэцкий канал, потому что судно слишком широкое, не проходит по Панамскому каналу. Это один из крупнейших контейнеровозов, что приходит в Нью-Йорк. На нем поместились бы 2500 больших тягачей. Судно перевозит все, что производит в мире. Мы оставим лоцмана. В определенный момент он нас вызовет, подойдем к носу или к армии, начнем заводить судно в док. Мы проведем его к контейнерному терминалу. Он называется Хальман-Хук. Буксиры помогают довезти крупные суда до их места упрещала. Буксиры могут развернуть большой корабль, дать дополнительную тягу там, где необходимо, и помочь завести судно в док при сильном ветре. Если на буксире двигатель подачи по оси Z, то он может маневрировать назад, разворачиваться на воде на 360 градусов и резко останавливаться. Два мотора общей мощностью в 300 л.с. сообщают тягу на коробку передач, непосредственно соединенную с валом и винтом. Особые рули добавляют судно с таким двигателем маневренности. Работа оператора буксира подразумевает долгие и скучные часы ожидания ради мгновения настоящего кошмара. Из-за размеров судов оживленного движения в порту Нью-Йорка приходится все время быть наготовы. Здорово, настоящий адреналин. При снижении скорости меньше 28 км в час судно может потерять управление. Камитана Элиса должны пересадить с буксира на Фридон прямо на ходу. Капитан Элис благополучно попал на борт и принимает штурвал у рулевого, который вел судно в океане. Малый ход вперед. Хорошо вас понял. Ладно, Боб. Тут не обойтись без его знания гавани, приливов и глубины. Внимание! Внимание! Капитан Элис выстраивает буксиры. Мы бросим конец команде корабля. Они вытянут его. Эй, Пэдди, ослойп трос, ладно? Да, смотри назад. Карл, подтяни. Да, Боб, теперь давай быстро. Если стоять не в том месте, когда трос лопнет, он хлестнет прямо сзади и рассечет человека пополам. Отрежет ногу или руку. Очень опасно. Теперь капитан Элис должен провести Фридом под мостом Байон. Этот мост стоит над проливом Кейл-Ван-Кул, прямо между Байона, Нью-Джерси и Статен-Айленд. Это ворота к Нью-Йоркскому контейнерному терминалу. Высота моста Байон 45 метров над уровнем воды. Главная проблема в том, что судно следующего класса, которое ведут сюда, не сможет пройти под мостом. Если судно потеряет скорость или управление, у нас есть кормовый буксир, чтобы судном можно было маневрировать. Внимание! Внимание! Два, четыре, восемь. Два, четыре, восемь. Было несколько случаев, когда мачты кораблей задевали мост. Некоторым судам приходится проплывать во время отлива, когда расстояние от уровня воды до моста увеличивается на полтора метра. Полутора метров над водой может быть достаточно, чтобы пропустить корабль. Осадку танкеров до 10 метров, а воды под Кейлему Фридом будет всего около 60 сантиметров. Средняя глубина гавни около 6,5 метров, а значит, капитан Элис и Буксиры должны провести судно по узкому каналу, прорытому на дне. Отлив должен быть низким, но не слишком. Течение здесь быстрое, а все пространство для маневра полтора метра над водой 60 сантиметров под Кейлем. Правая руля! Правая руля! Если 350-метровое судно отнесет на мель, или оно заплывет, туда будет катастрофа. Неудивительно, что на обучение лоцмана уходит 5 метров. Внимание! Время, прилив и опыт сыграли свою роль. Капитан Элис проводит судно под мостом. Служба безопасности вызывает сухогруз Фридом, и на западной оконечности шутер Сайленд направляемся к Хелман-Хук. Самый малый вперед, самый малый вперед. Следующая остановка — Нью-Йоркский контейнерный терминал на Стэттен-Айленд. Это один из четырех морских грузовых терминалов порта, куда поступают грузы со всего земного шара. Здесь функции капитана Элис и буксиров заканчиваются. У причала сейчас вам кинут концы, а мы идем в следующий рейс. Корабль разгрузят. Наша цель — снять первый контейнер судна в течение пяти минут. Джим Дивайн, президент Нью-Йоркского контейнерного терминала, руководит хорошо слаженной армией портовых грузчиков. На разгрузку Фридом он отправил четыре бригады, по 30 человек каждый. Я рассказал, что наши усилия незаметны для обычных людей, они даже не замечают пребывающие и уходящие сюда. Они курсируют круглосуточно, 7 дней в неделю, все 365 дней в году. Бригады действуют целеустремленно, главное в работе — скорость и безопасность. А эффективность измеряется числом контейнеров. Стараюсь выгружать по 30 час. Чем быстрее работаешь, тем довольнее проходство. При ветреной погоде работать сложнее, все трясется, кабина, груз. Лучше постараться поменьше думать о том, что можно выпасть отсюда. В порту везде опасно работать. Что внизу в доке, что наверху на кране. Дурака валять нельзя, иначе могут погибнуть люди. Ладно, Кэфф, сделай одолжение. После этого давай к берегу. Номер 4 — еще один оттуда. Один из показателей квалификации грузчика — как ровно, плавно он работает. Когда пускаешь груз на землю, действовать приходится в пределах нескольких сантиметров. Крановщику требуется целый год, чтобы научиться чувствовать расстояние, понять принцип работы. Работа здесь требует хорошей связи, наших рук, глаз, радио. Ребята внизу должны понимать, что делают. Они должны доверять тебе, а ты им. Это командная работа. Одному здесь точно ничего не сделать. Все должны подстраховывать друг друга. Над головой опускаются 40-тонные контейнеры, в любой момент с контейнера или крана могут сорваться какие-нибудь железяки. Стрела может сорваться, постоянно ездят грузовики, а работаем мы круглосуточно, без выходных, так что здесь может быть очень опасно. Неважно, насколько ты большой, главное, чтобы мозги были. Дон Райнера — одна из немногих женщин в бригаде. Мы как одна большая семья, мы здесь почти как дома и проводим времени больше, чем дома. Если неделя тихая, то по 10 часов в день, если загруженная по 16. Самое опасное, когда устаешь, отработаешь уже двое суток, третье пошли, пытаешься изо всех сил глаза не закрывать. Все, значит, хватит уже. Мы готовы. Мне нравится моя работа. Хотелось бы состариться рядом с этими парнями. Все легко и просто. Отец проработал здесь 40 лет, а 11 лет назад я стал работать. До отца дед был портовым грузчиком, и вся семья тоже. Дед по матери, дед по отцу, мой зять, племянники, все портовые грузчики. Приходишь сюда, как домой. Жизнь в мегаполисе на все накладывает свой отпечаток. Около трети всего экспорта импорта в стране проходят через порт Нью-Йорка, образуя невероятный экономический инструмент. Так что транспортные системы весьма эффективны. Люди получают клубнику в феврале и пиво в любое время дня, а тигровые креветки, что вы едите в своем ресторане в центре Нью-Йорка, скорее всего, выловили вы в Вьетнаме и весьма своевременно доставили к столу. Майк Лукарелли из компании морепродукты от Джоли в Гринпойнте в Рукклине хорошо знает потребность в свежих продуктах. Он грузит свой фургон местную импортную рыбу, доставленную за последние сутки. Мы работаем с ресторанами-поставщиками готовой еды, парой больниц, доставляя продукты, лучше выезжать как можно раньше. Тогда избежишь пробки. Днем в центре города очень сложно проехать на грузовике, а в ресторанчике в Винни-Йорке мы обычно доставляем продукты с 12 до часу. Катерина Дезагон, владелец и шеф-повар ресторана Винни-Йорке в Бруклине. Привет, Майк. Привет, Катерина. Как жизнь? Хорошо? Ты как? В порядке. Первая коробка моллюски и сибас. Она закупает разных моллюсков, сибасок, кальмаров, осьминогов, мидий, иногда кревец. Бруклини, каламари, шибайз, октопус, мусселы, иногда шрифт. Спасибо. Ладно, Катерина. Морепродукты стоят дорого из-за транспортных расходов. Морем или самолетом все включено в цену. Почему бы не снижать расходы? Ловить рыбу прямо в эстривер? Я бы не стал есть то, что поймано в эстривер. Мне совсем не хочется знать, что там ловят. Продукты к столу доставляют морем. Все же может ли супер-мегаполис получать продукты местного производства? Всего в часе езды от центра Манхэттена расположена ферма «Стокс». Мы так близко к центру города, что с крыши сарая видно «Импайр-стейт-билдинг». Это семейное предприятие существует с 1873 года. Оно является частью производственной программы, которая называется «Зеленый рынок», направленной на обеспечение жителей Нью-Йорка овощами местного производства. Мы собираем помидоры с белыми красными, что важно, уже через сутки-двое они на столе. Биньяни очень серьезно относятся к своей роли в пищевой цепочке Нью-Йорка. Развивается некая взаимосвязь. Например, у человека есть свой мясник, свой парикмахер, так и с продуктами. Это мой фермер. Ферма «Стокс» продает свою продукцию на рынке 14-й улицы, а еще напрямую ресторан. Прошу, что сотовые шеф-поваров у меня вбиты в режим быстрого набора. Многие шеф-повары французы, я не понимаю, что они говорят, но звонят мне на сотовые, заказывают разнообразные овощи, зелени, надеются все получить на следующий же день. Мы находимся в 45 километрах от Юнион-Сквер. По выходным до центра города можно добраться за 50 минут, будни дни за час 10. Нам не на что жаловаться. Том Марготт с фермы «Стокс» продает спелые помидоры на зеленом рынке на Юнион-Сквер. Те, кто покупает здесь продукты, по большей части знают, что берут свежие овощи, собранные вчера. А как определить, что они спелые? Больше всего меня удивляет, когда спрашивают то, что здесь не растет. Внезапно появляется кто-нибудь и просит лайм или лимон, или ананас. Отвечаем тогда, что они здесь не растут, поэтому на рынке их нет. Один час двадцать минут по полудни. В обеденное время движение самое интенсивное. У работающих в городе есть немного времени, чтобы перекусить. Неважно, свежее или мороженое, доставленное на корабле, главное, чтобы быстро. В восточнее Стэттен-Айленд, на северной конечности Манхэттена, расположен двор призраков. Когда-то здесь было старое кладбище. А теперь станция техобслуживания метрополитена. Управление городского транспорта по 207-й улице. Здесь готовят к последнему пути все вагоны метро. Мы снимаем всю резину, любые острые предметы, вынимаем стекла, трубы, все доступные железные детали, двери, сиденья, изоляцию, лампы и все внутренности. Затем вагоны отправляются в мойку, где смывают всю смазку и грязь. Эти вагоны прослужили уже около 35 лет. Конечно, грустно, ведь если бы они могли, то многое бы рассказали. Сколько же годных чемпионатов по бейсболу они видали? А футбольных матчей? Сколько человек влюбились, пока ехали в них? Сколько здесь умерли? Это наша история. Чистые демонтированные вагоны метро грузят на баржу, которая отправится к их последнему месту назначения. Далее в программе. Нью-Йорк на земле и под землей. Что бы вы сделали радиожерели мощностью много мегаватт? Оставайтесь с нами, вы узнаете, кто украсил сияющими драгоценностями моста Джорджа Вашингтона. Нью-Йорк на земле и под землей. Транспортная система. Половина третьего ясный день. Мост Джорджа Вашингтона. Пора электроковбоем запрягать. И в седло? Познакомьтесь с Тодд Донау и Джо Возняк. Те, кто обеспечивает работу всех трех тысяч лампочек на мосту. Вдоль моста идет круглый кабель, удерживающий его. По нему мы и пойдем. Кабель совершенно безопасен. Если только не свалиться отсюда. Сегодня они меняют лампы ожерелья, цепочки из 156 фонарей, что добавили к подсветке моста в 1962 году, ко всемирной торговой выставке в Йоркке. Мы ставим и меняем 250-ваттные ртутные лампы. Чтобы ртутная газоразрядная лампа зажглась и светила, требуется разряд, в отличие от ламп накаливания, которыми пользуются в домах. Те можно ставить где угодно. Вернул, включил свет и готово. Через пару месяцев мы заменим их на энергосберегающие светодиоды. Сэкономим деньги, светить, наверное, они будут иначе. Мне здесь нравится. За работой испытываешь потрясающее ощущение. Глянешь вниз, там суета, оживление, а здесь тишь да гладь, спокойствие. Хороший погожий день, здесь стоит побывать. За год мост пропускает по 100 миллионов машин. Его видно из космоса. Но лучшее его свойство, по мнению инженера Андрея Джорджи Баккер, обслуживающего мост Джорджи Вашингтона, то, что мост построен на века. Гражданский инженер о такой работе может только мечтать. Мост Джорджи Вашингтона — историческая достопримечательность национального масштаба. Ведь это одна из великолепнейших построек Соединенных Штатов. Когда этот мост проектировался, в середине 20-х годов 20-го века не было ни калькулятора, ни компьютеров. Все учисления проводили на логарифмической линейке. При проектировании балок и калибровке элементов, при малейших сомнениях, на всякий случай размеры просто удваивали. Сколько мост может простоять, никто не знает. Длина моста Джорджи Вашингтона — 1220 метров. Только на верхнем пролете 73 тонны стали. Нижний пролет построили в 1962 году, и всего на мосту 14 полос движения. Две башни высотой 280 метров удерживают четыре главных троса, каждый из которых около метра диаметром и длиной 1650 метров. Кабели состоят из 26 тысяч переплетенных проводов, толщиной меньше карандаша. Если вытянуть их в одну линию, длина составила бы половину расстояния до Луны. Центр Манхэттена. Разгар дня? Если он дебил, что тут поделаешь? Повсюду идут люди, усугубляя без того напряженное движение. В Нью-Йорке самый большой автобусный парк мира. Только 4373 городских автобуса перевозят больше 666 тысяч человек. Автобусы обслуживают те маршруты, где нет метро. Автобусы — отличный транспорт, замечательный способ передвижения по городу. На автобусе выходят дольше, но я предпочитаю и без суеты и спешки. Есть, конечно, маршруты, где раз и ту же на месте. В это же время перекрестки Тайм-сквер пересекает больше полутора миллионов человек. Боже мой, ненавижу водил из Нью-Джерси. Не перевариваю городских водителей. Да я их всех ненавижу. Расскажите об этом регулировщику уличного движения. Не попытайтесь проехать по городу без него. На Атлантик-авеню длинная очередь по направлению вероятной аварии. Центр управления дорожного движения «Всевидящее ОКО» на улицах Нью-Йорка. Наши основные функции — ликвидация аварии, обеспечение скоростного движения, ведь город постоянно в движении, а не хватка времени лишь усугубляет ситуацию, как эффект домино. Число происшествий продолжает нарастать, ведь сталкивается все больше машин. Под одной крышей сидят городской департамент транспорта и департамент штата, а еще городская полиция для постоянной координации работы и быстрого реагирования. На дороге в северном направлении, на старом спуске и на крайней правой полосе сломавшиеся машины. Во многих местах так не бывает, чтобы три различные службы работали в тесной связи друг с другом над решением одной и той же проблемы. В Нью-Йорке пространство ограничено, мы не можем построить новые магистрали и мосты, поэтому приходится справляться с тем, что есть. Сейчас на дороге самый разгар часа пик, все идет хорошо. Мониторы расположены таким образом, что мы снимаем важнейшие участки въезда на магистрали ограниченного доступа, благодаря которым осуществляется движение в городе. В этом случае мы сосредоточились на потоке транспорта, покиндающего город. Как вы видите, мы наблюдаем скоростную артестраду Бруклин-Квинс, важный узел, соединяющийся с Бруклинским мостом, мостами Манхэттена и Квинсборо. Она идет до самой эстакады Эстеттен-Айленда, до эстакады Бронкса и до конца Квинса. Центр отвечает за все, от электронных дорожных знаков до ремонта сломных ограждений. У нас есть бригада быстрого реагирования, которая патрулирует дорогу. Вся информация координируется с нашими партнерами, управлением полиции, управлением штата и городскими инженерами. В их задачу входит ремонт светофоров, освещение, различных информационных знаков, перенаправление движения. Все сметается в одну небольшую симфонию. По всему городу такси, автобусы, машины, метро и поезда превращаются в единый механизм, который перевозит массу людей, что уходят с работы. 4 часа 9 минут по полудни, пора ехать домой. Вот уже почти столетия жители пригородов храбро бросаются в толщую и давку центрального вокзала. Из-за такого количества народу, приезжающего и уезжающего из города, иногда бывает столпотворение. Обеспечение безопасности уникальное по сложности задачи, когда на вокзал по лабиринту темных тоннелей прибывает и уезжает 600 электропоездов. Центр управления вокзала в состоянии справиться с этой задачей. Считается одним из самых современных и сложных центров управления в мире. Центр управления расположен в зале, который называется М-42 и работает круглосуточно. Его работа засекречена, поэтому точное место расположения неизвестно только сотрудникам и людям со спецдопуском. Вы знаете об авиадиспетчерах? Так вот, задачи железнодорожных диспетчеров входит обеспечение своевременного и безопасного движения поездов. Например, отъезжает поезд 2059. Когда я подаю ему сигнал, то стрелки блокируются, открывая ему путь и включая сигнал отправления с центрального вокзала. В любой отдельно взятый момент на каждом участке может быть 18 поездов, идущих в разных направлениях. А еще есть поезда, где что-то сломалось или требуется присутствие полиции, мельников, и никак нельзя, чтобы за ними возник затор. Работа может быть весьма нервной. Если бы поезда перестали ходить, то множество людей были бы недовольны, многие предприятия прекратили работать, так что вокзал — важная часть инфраструктуры Нью-Йорка. Максимальные меры предосторожности обеспечивают безаварийное движение поездов без столкновений. Если система обнаруживает два поезда, идущие встречным курсом, компьютеры посылают по рельсам электрический сигнал остановки. Если инженеры тут же не остановят поезда, то в поезде отключается электропитание, включается аварийное торможение. С тех пор, как в 1983 году мы установили систему автоматического управления поездами, уже больше двух миллиардов человек проехало на поездах метронов. И ни один человек не погиб, не потерял конечность в результате столкновения поездов. Хотя на поездах центрального вокзала стоит защита от дураков, но вот среди пассажиров они иногда попадаются. На помощь приходит Одри Джонсон, которая работает в справочном бюро. За час, час небольшим, у нас бывает от 500 до 1000 человек в зависимости от дня недели. Постоянно кто-то куда-то едет. Но далеко не все интересуются, когда будет следующий поезд. Молодая женщина спросила, где можно разогреть пиццу, а другая хотела знать, где находится центральный вокзал. Я посоветовала ей следующее. Закройте глаза, трижды повернитесь кругом, а потом откройте глаза, и вы на центральном вокзале. Пускай час пик здесь – настоящее сумасшествие, но нью-йоркский метрополитен ничто не остановит. На станции техобслуживания метрополитена на 207-й улице работа кипит круглосуточно, делают все от осмотра двигателя до шлифовки колес. В 1979 году, когда я только начинал работать здесь, ремонт вели медленно, все почти развалилось. За последние 29 лет проведены невероятные усовершенствования. Без ремонта техобслуживания были бы аварии, люди застревали бы в туннелях, не могли добраться на работу. Одна авария поезда, и около 10 тысяч человек опоздали бы на работу. Главное, что мы делаем – плановый ремонт и осмотр поездов. За прошлый год у нас было, по-моему, 1200 поездов. В этом году мы запланировали 1020. Несмотря на все достижения науки, доступные в наш сверхскоростной век, как сто лет назад метро работает на электрической тяге. В системе метрополитена три рельса. Два для колеса, третий – контактный. Сила постоянного тока в контактном рельсе – 625 вольт. На каждом вагоне есть металлическая фасонная площадка, называется токосъемный башмак. Он передает ток на кабель, питающий электромоторы, установленные над ходовой частью или тележкой вагона. Так как токосъемный башмак – важнейшее соединение с контактным рельсом, важно, чтобы в грязную погоду ничто не мешало движению. Зимой во время снегопадов и обледенений иногда пропадает контакт с третьим рельсом из-за намерзшего льда. Поэтому у нас есть токосъемные башмаки для снега и льда, отрегулированные таким образом, чтобы ощущать снег и лед с третьего рельса. Так что в суровую погоду у поезда всегда есть плотный контакт с третьим рельсом. Осмотр и ремонт колес крайне важен. Опавшие листья и мусор оставляют на путях смазку, отчего колеса прокручиваются и остаются стертые участки. Рональд Мэттьюс – оператор правильного станка. Колеса проходят обработку, после чего становятся гладкими, блестящими, как новенькие. Мощность правильного станка – 100 лошадиных сил. Весит он 90 килограмм, а шлифовальные колеса сделаны из прочной стали. Для устойчивости он должен стоять на бетонном основании. Когда едешь на поезде, приятно осознавать, что едет он благодаря нашей помощи. Пять часов дня. Один из старейших способов добраться от Стэттен-Айлен до Манхэттена-Морин. В наше время 60 тысяч пассажиров в день добираются на работу на пароме. Я бы сказал, это самая приятная часть пути. Ты садишься на паром, 20 минут, приплыли, прыгаешь в поезд, и еще минут через 20 уже на месте. Служба перевозок Стэттен-Айлен подчиняется городскому управлению транспорта в Нью-Йорке. За день между Сент-Джордж и Вайтхолл-стрит ходит 109 рейсов. В 8 километров паром проплывает за 25 минут. Иногда любуешься рассветом, закатом, смотришь на чай, нога в Нью-Йорках. Немногие могут похвастаться, что видят это и свои машины. Я люблю паром, а без автобуса и поезда могу обойтись. Тем временем на другой стороне Стэттен-Айлен бригада, разгружающая Фридом на контейнерном терминале, работает уже 9-й час. Если вам кажется, что с корабля ничего не выгрузили, это потому что разгрузка и погрузка супертанкеров идет одновременно. В нашей стране громадный спрос на экспорт отходов. Металлолом, макулатура идут в Азию на переработку. Откуда вернуться в виде картона для ваших DVD-мороженого? Это главный товар, что уходит отсюда. Контейнеры складируют вставили на площадке, в соответствии с порядком погрузки на судно. Этот процесс требует тщательного планирования. С применением последних компьютерных технологий, 2500 контейнеров, покидающих Соединенные Штаты, могут быть промаркированы по содержимому размеру и температуре, а также по отсекам и месту назначения. Когда мы приводим корабль в терминал, то выгружаем 2500-2600 контейнеров и отправляем обратно менее чем через сутки. Потрясающее чувство, когда видишь, как погрузка закончена, и корабль покидает док, отправляется в плавание. Удивительное ощущение, когда видишься, это ощущаешь себя неотъемлемой частью происходящего. В Нью-Йорке ночь. Город, который никогда не спит, заслуживает свою репутацию. После захода солнца движение в городе не прекращается. Меняется лишь его характер. В ночную смену ввозишь тех, кто едет куда-нибудь приятно провести время, совершенно другая энергетика. В чем, понятное дело, везешь людей на работу, все намного более предсказуемо. Ночью все непредсказуемо. Что хорошо, когда работаешь по ночам. Всякое может случиться. Первое из двух мест в Бруклине — ресторанчик «Винни и Оли». Сегодня блюдо дня рыбы, доставленное сегодня утром, и свежие помидоры с фермы. У нас бывают люди из Коннектикота, Нью-Джерси, японцы приходят, жители Манхэттена и со всего Бруклина. Блюда, которые мы подаем, приготовлены из продуктов со всего света. В основном из Италии. Наши посетители приезжают изо всех районов Нью-Йорка и дальше. Мы стараемся покупать на ферме самые лучшие помидоры, а не самые сладкие. И вот ваш чудесный Сибас. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Я работала в небольшом ресторанчике в городе, очень оживленном. Там работало 100 человек. Мы лавировали с большими подносами с едой и напитками, и так уж много бывало происшествий. Видите, Нью-Йорк со множеством таксей и людей. Все как в нашем ресторане, только в больших масштабах. Я люблю Нью-Йорк. 12 часов, 1 минута, пополуночи. Полночь. Толпы людей с моста и туннелей направляются в модный район бывших Миссабоин на окраине Манхэттена. Уже поздно, полночь, мы в районе Миссабоин, а здесь самый час пик. В каком-то смысле. На улицах Нью-Йорка промышляют около 13 тысяч такси. Вместе с лимузинами и прочими авто на прокат число машин с водителем достигает 50 тысяч. Дайте правое запястье. Если живешь в большом городе, лучше всего ездить на такси. Поезда, метро задерживаются, приходится ждать. Если я куда-то еду, то всегда беру такси, и так быстрее. Сегодня ночью такси выстраивается у бара Хокс-эн-Хейферс. Давай, иди сюда, давай, дорогуша! Владельца бара Мишель Делл радушно принимает гостей со всех вечера. Народ живет на Стетен-Алленд, Ниджерси, Квинсе, Бруклине и Бронксе. В моем детстве здесь был мясной рынок, и никогда не было такого оживленного движения на дорогах, ну, если только в районе часа, когда громадные фуры разгружали мясо. Обожаю ездить на поезде, а такси берут только, когда поздно возвращаюсь домой. Все ночью я, как фермер, собираю свое урожай пьяных. Иногда бывает нелегко. Так много людей считают, что рабочий день длится с 9 до 5 лет, но ведь есть те, кто встают в час, не отправляются на работу, а не трудятся в городе, пока мы спим. Некоторые из них работают ночную смену в метрополитене. Час ночи Джон Дуэрти со своей бригадой приступает к работе. Здесь, на станции Проспект-Парк, мы стараемся проводить все работы по техобслуживанию ночью или рано утром. Сегодня путь измерительный авто Матриса стоимостью 12 миллиардов долларов проверяет ширину колеи. Главное, что мы измеряем ширину колеи, то есть расстояние между двумя рельсами. Расстояние между двумя главными рельсами должно равняться 160 сантиметрам. Если при амортизации расстояние увеличится, поезд сойдет с рельс. Лазерные сенсоры, встроенные в контрольно-измерительный агрегат, образуют схему рельс и тоннеля. Один измеряет выравнивание рельс, другой при помощи инфракрасного излучения проверяет третий рельс на предмет изношенных участков и щелей, которые могут искрить. Серый участок, стандартный рельс в разрезе, желтые линии показывают, что мы сейчас наблюдаем. Видите? Серые за пределами желтой линии, значит, часть рельса дефектная. Поэтому мы снимаем этот рельс и ставим левой. Рельсы проверяют ежедневно, а пути измеритель немедленно сообщают о всех повреждениях, и рельсы ремонтируют. Далее в программе «Нью-Йорк на земле и под землей», что пребывает только в полночь, всегда в сопровождении полиции, стоит 2 миллиона долларов. Нью-Йорк на земле и под землей. Транспортная система. Три часа ночи на мосту Джорджа Вашингтона перекрывают полосы, ведущие на восток. Это не авария. В Манхэттен везут новые вагоны метро. Мы особенные, единственные, кто едет на восток. Вагоны метро. Грузовики едут из Пенсильвании и должны прибыть до рассвета, чтобы избежать дневные пробки. Дон и Гресси совершил уже более 50 рейсов по этому маршруту. Для меня это обычный груз. Я перевожу вагоны метро и ветрыки. На метро я никогда не ездил, вот только так и мне с ним дело. Если бы в город не пускали грузовики, и Нью-Йорк встал бы. Грузовики нужны не только для доставки сырья, но и вывоза мусора из города. Если бы грузовики перестали ездить сюда, город утонул бы в отбросах. Везти по улице Манхэттена 66 тонн груза — нервная работа. Ведь грузовик сразу не остановишь. Иногда вообще нельзя остановиться. Немного сложно ехать по прямой. Длина машины 34 метра, а на улицах много стальных люков. Через них грузовик не проедет, приходится объезжать. А у грузовика такой вещь, что попади колесо в яму, он перевернется. Дон благополучно доставляет груз на станцию техобслуживания на 207 улице. По требованиям безопасности, и прежде чем мы сгрузим вагон с трейлера, на месте должен быть электровоз, чтобы вагон не покатился по рельсам. А то с выключенными тормозами он так и покатится отсюда под уклон, пока не врежется в основание Манхэттена. Хорошо, вагон на рельсах. Всегда испытываешь облегчение, когда вагон сгружает с прицепа, и рейс благополучно заканчивается. Четыре часа утра. Четыре утра. Гринпоинт в Бруклине. У Майка Лукарел, его напарника Джо, их бригада из морепродуктов Джоли, день давно начался. Я стоял примерно в 15 минут второго, а 45 минут ехал и был здесь где-то в 2.15. Когда Майк говорит, что разделывает на филе тонну семги, он действительно имеет в виду целую тонну. Эту семгу привозят с Атлантического побережья Канады. Джо, сколько упаковок семги мы вчера получили? На штук 40. В каждом 22-27 килограммов. Много идет на шуусе и супермаркетов. Если разделить 900 килограммов на порции по 220 грамм, получается, таким количеством семги можно накормить около 4 тысяч человек. 80% рыбы, которую продает компания, ловят на Атлантическом побережье. А что, если клиентам Майка потребуется нечто более экзотическое? Есть мороженые кальмары из Китая, еще одни из, по-моему, Индонезии. Крабовое мясо тоже из Китая. Вам повезло, оно идет в особые морозильники, его доставляют всего за пару дней. Ладно, Джон, спасибо. Вам спасибо. На Гудзоне раннее утро старые вагоны метро, которые 12 часов назад складировали на Дворе Призраков, отправляются в открытое море. За последние 8 лет больше 1800 вымытых и демонтированных вагонов нашли свой последний приют на искусственном рифе, что тянется вдоль Атлантического волнореза. Майкл Секи и Джона Дуэрти никогда не надоедает это зрелище. Как здорово, а? Не представляю, что может подумать обычный горожанин, если увидят в 30 километрах от побережья Нью-Джерси баржу, груженную вагонами метро. Чувствую жизнь они провели под улицами Нью-Йорка, а теперь остаток вечности они проведут под водами Атлантического океана. Очень клево. Их путь заканчивается на полпути между Кэп-Мэй в Нью-Джерси и Льюисом в штате Делавер. Здесь вагоны затопляют на глубине 30 метров, чтобы образовалось укромное нерестилище и кормовые угодья для обитателей моря. Однажды, когда сбросили вагоны из Южной Каролины, увидели потрясающее зрелище. Тут же появилась барракуда и рыскала там. А еще через полгода видео было совершенно удивительным. Черепаки, акулы и барракуды. Красивейшие рыбки. Поразительно красиво. Турты, шоксы, барракуды. Все такие красивые сонфишки. Очень потрясающе. Когда вагоны ездили по Нью-Йорку, одна поездка стоила 2 доллара. А теперь рыбы могут абсолютно бесплатно пользоваться ими еще лет 40. На Манхэттене начинается новый день. То, что может показаться городским хаосом, на самом деле звено сложнейшей транспортной системы, которая должна обеспечить перевозку людей, процветание предприятий и круглосуточную доставку продовольствия. Какой-нибудь ресторан всегда работает, всегда можно найти машину, клуб, бар. В Нью-Йорке всегда что-то происходит. А хозяева здесь гордые жители Нью-Йорка. А мы движим Америку, просто не знаем об этом. Они обеспечивают бесперебойную работу двигателей, подключение компьютеров, чтобы колеса крутились, а люди были сыты. Все дело в людях, они здесь главные. Нью-Йорк похож на шумного парня в баре, всегда интересный и занимательный. Наш общий дом? Это Нью-Йорк, на земле и под землей. Я люблю его, этот город всегда трогает и волнует, иначе я бы здесь не жил. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, ты красив. Что не грех и повторить. Субтитры создавал DimaTorzok